Продолжение следует... Редактор газеты «Правда» по отделу международной информации. Владимир Симонов, политический обозреватель агентства «Печать и новости». Меня зовут Борис Калягин, я политический обозреватель советского телевидения и радио. Госпожа премьер-министр, у нас, конечно, к вам много вопросов, но хотелось бы начать с самого главного. Завершились ваши переговоры с Михаилом Сергеевичем Горбачевым, беседы с советскими руководителями. Какие выводы вы сделали из этих встреч и бесед? Прежде всего, я весьма благодарна господину Горбачеву за то, что он уделил мне столько времени. Мы семь часов вели переговоры и два часа дискуссию во время обеда. Я думаю, что дискуссия была весьма обширной. Когда он приезжал в Лондон, мы тоже рассчитывали, что наша дискуссия будет откровенной и продолжительной. Очень часто между руководителями проходят формальные дискуссии. У нас таких дискуссий нет. Беседа шла в откровенной обстановке. Сейчас я лучше представляю, каковы его надежды. Вижу, какая серьезная задача стоит по перестройке вашего общества. Мы желаем вам всего самого наилучшего в этом деле. Мы надеемся, что вы добьетесь успеха. Мы также обсудили различные региональные проблемы. Дело в том, что внешняя политика затрагивает внутреннюю. Мы не можем находиться в отрыве от внешней политики. Конечно, мы очень много времени обсуждали проблемы контроля над вооружениями. Мы прежде всего стремимся к миру. Это самое главное. Но мы хотим иметь мир для того, чтобы жить так, как мы хотим в рамках безопасных границ. Так что нельзя просто говорить, не будет никакого оружия, ядерного оружия. Мы хотим гарантировать мир. Нужно иметь возможность защищать свою страну, обороняться от нападения. Мы имели очень хорошие беседы. Мы также обсуждали вопросы торговли, культурные связи. Я надеюсь, что это приведет к более частым контактам, потому что к нам пока мало приезжают из Советского Союза. Чем больше будет понимания, тем лучше будет для всех нас. И чем более открытым будет общество, тем больше будет доверия по отношению друг к другу. Это был просто обмен мнениями по различным вопросам. Или мы можем все-таки говорить о каких-то конкретных результатах вашей встречи? Конкретные результаты. Конкретные результаты. Прежде всего мы подписали несколько соглашений. Важное соглашение о так называемой горячей линии, то есть телефонной связи, которая позволит нам сразу же установить контакт друг с другом по культурным связям. Мы надеемся, что теперь больше людей смогут ездить из одной страны в другую. Мы подписали ряд соглашений по торговле. Которые являются весьма важными. Это подробные соглашения. Я думаю, что наиболее важные вопросы, которые мы обсуждали, это вопросы контроля над вооружением. В этой области мы более или менее согласовали подход к ракетам промежуточной дальности. Мы надеялись, что таких ракет не будет. Но они были размещены у вас, и мы ответили першингами и крылатыми ракетами. Мы хотели бы, чтобы все они были ликвидированы не только в Европе, но и во всем мире. Это было бы самым лучшим результатом. Но временно мы могли бы согласиться с нулевым вариантом для Европы и со ста единицами в восточной части СССР и таким же количеством ракет в США. Это то, с чем мы должны были согласиться. Придется также провести дополнительные переговоры по ракетам меньшей дальности. Мы это признаем. Мы также провели особые дискуссии по химическому оружию. Мы в Великобритании уничтожили это оружие где-то в конце 50-х годов, так что у нас химического оружия нет. США не хотят модернизировать свое химическое оружие, а Советский Союз его имеет, модернизирует, имеет большие запасы этого оружия. Естественно, это вызывает у нас большую тревогу. Поэтому нам очень приятно, что господин Горбачев принял наше предложение относительно инспекции с тем, чтобы действительно убедиться в ликвидации этого оружия, чтобы мы знали, что оно ликвидировано. Вы знаете, что после окончания Первой мировой войны, во время которой применялось химическое оружие, результаты были ужасны. Было сделано все, чтобы они не появились во Второй мировой войне. Вот то, что касается проблем контроля над вооружениями. Госпожа премьер-министр, хотел бы вас спросить, а что конкретно собирается сделать Великобритания для оздоровления международной обстановки, для укрепления всеобщей безопасности? Так же, как и вы, мы считаем, что каждая страна имеет право отстаивать свою безопасность. Оборона – это единственное средство, позволяющее нам быть уверенными в безопасности в пределах своих границ. У вас есть Варшавский договор, у нас есть НАТО. Мы вели переговоры по этому вопросу. Есть предложение относительно сокращения количества ядерного оружия. Мы сами верим в ядерное сдерживание. Я вам скажу, почему. Обычные вооружения не предотвратили две мировые войны в ходе этого столетия. И когда у нас сохранялись обычные вооружения, у нас шла борьба за то, кто получит ядерное оружие первым. Гитлер или мы. Если бы он получил это оружие, то были бы ужасающие результаты. Я думаю, что никогда не было более значительного фактора сдерживания, чем ядерное оружие. Тот, кто начнет войну, зная, что ядерное оружие существует, будет знать и о последствиях. Я думаю, что именно поэтому мы имеем мир в Европе в течение последних сорока лет. Мир, свобода, справедливость — это большие понятия, и они обеспечиваются ядерным сдерживанием. Одновременно можно мечтать о том, что когда-то в мире не будет ядерного оружия. Но нельзя же ликвидировать информацию, знания, тот факт, что ядерное оружие существует. Поэтому мы будем по-прежнему верить в определенную долю ядерного сдерживания. Но хотелось бы, чтобы сокращалось количество ядерных вооружений, химических вооружений. Необходимо стремиться к какому-то равновесию в обычных вооружениях. Я хотел как раз вернуться к вопросу о ядерном оружии. Вот вы говорите, что оно сохранило мир в течение сорока лет. Но ведь мы не раз уже были на грани войны ядерной за эти сорок лет. И иногда нас спасал только случай. И вообще сначала ведь ядерное оружие развивается. Сначала оно угрожало городам, потом странам, континентам, а сейчас всему человечеству. Госпожа премьер-министр, разве это не безумие полагаться на ядерное оружие как на гарант мира? По-моему, вы говорите то же, что и я. Если вы говорите, что мы несколько раз были на грани войны, но она не разразилась, то, может быть, одной из причин этого и был страх перед ядерным оружием. Я считаю, что обычные вооружения также ужасны. Они не позволяют предотвратить войну. Не позволили предотвратить войну, в которой страшно пострадал Советский Союз. Если бы началась снова обычная война, то по-прежнему продолжалось бы соревнование за то, кто получит первым ядерное оружие. Скажем, если страна, где господствует тиран, фашист, будет знать, что, начав войну, никаких перспектив на выигрыш нет, поскольку другая сторона имеет ядерное оружие, наверное, это лучше. Так что, мне кажется, есть нечто более важное, а именно сохранение мира. Если мы можем сохранить мир, то только путем сдерживания, ядерного сдерживания. Можно идти по пути уничтожения ядерного оружия, и можно идти по пути сокращения обычного оружия. Собственно говоря, мы это и предлагаем. От Атлантики до Ирала есть это предложение. Будапешт и Варшавский договор калькуратизировали это. Почему эти два процесса не объявили? Зачем их противопоставлять друг другу? И кроме того, разрешите мне добавить... Европа в этом веке была обезображена в результате двух мировых войн. Советский Союз потерял миллионы людей. Во время Второй мировой войны в СССР было много обычных вооружений. Но это не помешало Гитлеру начать войну. Обычные вооружения никогда не могли предотвратить войну. С того времени, как появилось ядерное оружие, никто не рискует начать войну. Позвольте мне спросить у вас, что вы предпочитаете? Вы предпочитаете отсутствие войны из-за существования ядерного оружия? Или вы предпочитаете не иметь ядерное оружие, но сохранить опасность возникновения еще одной войны с применением обычных вооружений? Я не сомневаюсь в том, как вы мне ответите. Я ценю мир, свободу, справедливость прежде всего. И поскольку я считаю, что ядерное сдерживание мешает кому-либо начать крупную войну, думаю, надо сохранить ядерное сдерживание. Кроме того, есть еще одна причина для малых стран, таких как наши. Ядерное сдерживание – единственное средство, позволяющее малым странам фактически противостоять крупным странам. На основе обычных вооружений это просто нельзя сделать. Малая страна, если она останется одинока, сможет противостоять крупной стране, если у нее будет ядерное оружие. Вы спросите, почему я так ставлю вопрос? Исторически Великобритании приходилось быть в одиночестве. Гитлер оккупировал всю Европу, и мы были в одиночестве. Америка еще не вступила в войну. Гитлер еще не напал на Советский Союз. У нас есть такой опыт. Мы были в одиночестве. Существует возможность случайного возникновения ядерного конфликта. Время идет, оружие ядерное совершенствуется, увеличивается возможность случайного возникновения. Мы уже доходим до того, что не политические деятели могут решать этот вопрос, а компьютеры решать. Время полета Першинга-2 от территории ФРГ до Советской земли составляет всего 8 минут. Представьте себе случайный запуск такой ядерной ракеты. Кто будет принимать решение? Ошибка компьютера хотя бы. В Советском Союзе больше ядерного оружия, чем в другой любой стране. У вас больше межконтинентальных баллистических ракет, боеголовок, чем на Западе. Вы начали размещение ракет промежуточной дальности. У нас их не было. У вас больше оперативно-тактических ракет. И вы говорите, что есть опасность случайного возникновения ядерной войны. Я думаю, что и вы, и мы знаем, насколько опасно это оружие. В течение 40 лет мы имели своего рода запасной механизм, который работал и у вас, и у нас. У вас, наверное, в этом плане больше опыта. Будь то оружие на земле, в воздухе или на море. Мы знаем это из истории. Я хочу вам сказать следующее. Обычное оружие, обычные ракеты, тоже опасное оружие. Они тоже могут быть запущены. Химическое оружие. Все оружие опасно. Было бы прекрасно вообще не иметь этого оружия. Но к этому можно прийти лишь при наличии большого доверия друг к другу. А это означает гораздо более открытое общество. Позвольте сказать следующее. С момента Первой мировой войны, которая закончилась в 1918 году, не было ни одного случая, чтобы одна из демократий напала на другую. Вот почему мы верим демократии. Вы хотите избавиться от орудий войны. Было бы очень хорошо, если бы это произошло. Но нам нужно доверять друг другу. А Советский Союз проявлял очень большую осторожность, имея на своей стороне огромные запасы оружия. Разве вот эта доктрина ядерного сдерживания, она не основана на политике угрозы? И если это угроза... Угроза. И если мы не будем время от времени или кто-то, кто верит в эту доктрину, подтверждать реальность этой угрозы какими-то действиями, то угроза может перестать работать. Таким образом, не кажется ли вам, что доктрина ядерного сдерживания в сущности приглашает ту сторону, которая верит в эту доктрину, к применению ядерного оружия, в конце концов, для того, чтобы подтвердить эту угрозу время от времени? Разве политика применения обычного оружия, бомб, ракет, самолетов, подводных лодок, торпед, танков, химического оружия, разве все это основано на возможности применения угрозы? И если произойдет вторжение в какую-то страну, то неужели не будет применено оружие на основе концепции угрозы? Разве наличие определенного оружия не является гарантией уклонения от угрозы? У вас так много оружия. Господин Горбачев говорит мне, что Варшавский договор основан на концепции обороны. Мы в НАТО в начале 80-х годов заявили, что мы никому не угрожаем, что никакое наше оружие не будет использовано за исключением того случая, если на нас будет совершено нападение. Так что мы полагаемся на оружие для защиты. И мы говорим, что те, кто имеет планы напасть на нас, пусть они этого не делают. Они не выиграют. Я думаю, что ваша параллель с обычным вооружением, она не выдерживает критики, поскольку все-таки, когда мы говорим о ядерном вооружении, здесь мы ведем речь уже практически о самоубийстве, даже той страны, которая попытается применить ядерное оружие. Но я думаю, что... ...вы не человечество. Да, но я думаю, что у нас просто с вами разные точки зрения, госпожа премьер-министр, на эту проблему. Поэтому я позволю себе перейти к следующему. Минуточку. Я хотел добавить к этому вопросу, если можно. Мы понимаем вашу точку зрения насчет ядерного оружия. Мы, кстати сказать, сейчас, когда мы обсуждаем, скажем, ракеты в Европе, насколько мы знаем, советское правительство не касается ядерных сил Англии. Но процесс разоружения идет. В Рекьявике, как вы знаете, были уже договоренности. Они могут стать уже договорами. Процесс разоружения идет. Но все-таки на какой стадии Англия думает подсоединиться к этому процессу или вообще не думаете к нему подсоединиться? Позвольте мне прежде всего остановиться на предыдущем вопросе. Вы сказали, что атомное оружие, ядерное оружие самоубийственное. Да, действительно, это самое надежное сдерживающее средство. Вот почему у нас есть это оружие. И у вас больше этого оружия, чем у кого бы то еще. Почему? Потому что это настолько мощное средство сдерживания, что никогда никто не осмелится на вас напасть. Оно позволяет вам отстоять мир. Я думаю, что вам не нужно такого большого количества оружия для использования как средство сдерживания. Так что нужно добиться его значительного сокращения. Что касается межконтинентальных ракет, то нужно, по крайней мере, сократить их на 50%. Я сказала об этом господину Горбачеву. Вы сначала разместили ракеты промежуточной дальности. Этого оружия у нас не было. Мы просили убрать их. Вы этого не сделали. Мы разместили наше в ответ. Сейчас мы выступаем за их ликвидацию. А затем надо перейти к ракетам меньшей дальности. У нас очень много оружия. Давайте идти шаг за шагом, пытаясь постепенно сокращать оружие. Это будет лучше для всего мира. Дойдем до такой стадии, когда не потребуется ядерное сдерживание и когда мы сможем лучше использовать наши ресурсы. И хотелось бы, чтобы за пять лет у нас было сокращение межконтинентальных баллистических ракет на 50%. У нас только четыре атомные подводные лодки. Это 2,5% от того, что вы имеете. Да, давайте сначала сократим стратегическое оружие, затем оружие промежуточной дальности, затем химическое оружие, а затем посмотрим на обычное вооружение. У вас гораздо больше этого оружия, танков и самолетов и так далее. Давайте и здесь добьемся баланса. И затем тогда, наверное, мы сможем добиться по-настоящему прогресса, и все будут довольны этим. Мы публикуем все свои сведения об оборонном потенциале. У нас более открытое общество, и если у вас будет более открытое общество, то всем будет от этого лучше. Возвращаясь к вашим словам о необходимости сократить стратегическое ядерное вооружение. Ну, во-первых, я не совсем согласен с вами, вернее, совсем не согласен, когда вы говорите, что у Советского Союза больше ядерных вооружений, чем у любой другой страны мира. По-моему, установлено, что между нашей страной и Соединенными Штатами имеется военный паритет. В одной области больше у них, в другой области больше у нас. Но в целом мы равны. Но не в этом дело. Вопрос состоит в том, как считать, пусковые установки или боеголовки, поскольку на каждой пусковой установке есть шесть или несколько боеголовок. У них больше крылатых ракет. Вот. 50 процентов. Я согласен. Но дело в том, что, как показал Рик Явик, на пути такого радикального сокращения вооружения стоит стратегическая оборонная инициатива, которая дестабилизирует обстановку в мире, как мы можем отказываться от одного на вида оружия только ради того, что появилось новое, не менее мощное? Как вы относитесь к этой проблеме? Прежде всего, стратегическая оборонная инициатива находится в стадии разработок пока что. Любой новый вид вооружения вызывает новый способ обороны. Сначала это был лук и стрелы, щит и так далее. Так что будет очень странно, если не попытаться разработать какую-то оборону против нового вида оружия. Стратегическая оборонная инициатива находится пока что в стадии исследования. И не одни Соединенные Штаты занимаются исследованиями в этой области. Советский Союз имеет совершенную систему ПВО вокруг Москвы. Недавно он ее усовершенствовал. У вас есть 30-летний опыт разработок борьбы с ракетами, направленными против вас. Нас беспокоило в 70-х годах, когда вы начали разработки по пучковому оружию, по лазерному оружию. Вы, наверное, далеко ушли от нас в этом плане. Так что вы сами провели большие разработки в области противоракетной обороны. У вас есть единственная в мире действующая противоспутниковая система. Но я не знаю, почему вы говорите, все сваливая в кучу. Ядерное оружие. Да, действительно, самое страшное оружие. И что вы предлагаете? Не иметь обороны против него? Может быть, надо иметь какую-то оборону, скажем, в отношении самолетов? Если можно разработать какую-то оборону, было бы хорошо. Если кто-то проникнет через оборону, все равно угроза останется. Я продолжаю говорить о том, что ядерное оружие – это самое успешное сдерживание, которое мы пока что знаем против новой войны. И это позволило нам сохранить Европу, свободную от войн. Для меня главное – мир. И я не понимаю, почему вы концентрируете внимание только на ликвидации ядерного оружия. Я-то выступаю за мир. Я не понимаю, почему вы только на амболизационных и нуклеерных оружиями. Это мир, который я за ним. Извините, пожалуйста, мы уже поняли вашу концепцию насчет ядерного оружия, как вы к ней относитесь. Поэтому сейчас мы перешли к вопросу о СОИ. И вы назвали эту программу оборонной, исследовательской, вернее, вы ее назвали. Но если это исследовательская программа, то почему тогда уже сейчас администрация Регина перешла к так называемому расширительному толкованию договора ПРО? Того самого договора, который, как вы знаете, кстати, и разрешает ту систему, о которой вы говорили, вокруг Москвы, но этот договор не разрешает испытания и уж абсолютно точно развертывания систем в космосе. А сейчас при расширенном толковании ПРО речь идет о том, чтобы уже к середине 90-х годов вывести в космос компоненты первой фазы СОИ. И весь договор будет разрушен, торпедирован. Как вы к этому относитесь? Вы входите в очень большие детали, раз вы задаете технические вопросы. Я вам дам технический ответ. Это технический вопрос. Когда я впервые встретилась с президентом Рейганом в 84-м году в Кэмп Дэвиде, тогда только начинались разработки ПОСОИ. Тогда не было узкого или широкого толкования. Все эти формулировки начали появляться после 85-го года. И тут надо задать вопрос относительно того, что вы делали в отношении обороны, использующие новые физические принципы, о чем говорится, как мне известно, в основной части договора. Об этом говорится в так называемом согласованном заявлении Дэ о новых физических принципах, которые тогда не существовали. То, что вы называете расширительным толкованием договора, в общем-то сводится к тому, что нужно иметь возможность проверить наши исследовательские разработки, прежде чем начать развертывание. Я могу вам дать ответ, основанный не на юридических тонкостях, а на здравом смысле. Как можно вести переговоры о развертывании, если вы не знаете, будет что-то работать или нет? Естественно, нужно проводить исследования, нужно проводить испытания. Только после этого будет известно, можно ли что-нибудь будет развернуть или нет. Я за здравый смысл. Я за толкование на основе здравого смысла. Как можно вести переговоры о развертывании, если неизвестно, будут работать ваши разработки или нет? Если они не будут работать, то переговоры не начнутся. А я хочу предложить следующее. Продлить действие договора. Срок договора слишком короткий. Но это вам решать, вы участники переговоров, а я основываюсь на здравом смысле. Мы знаем, например, что система вокруг Москвы работает, и мы знаем, что вы ее модернизировали. Мы знаем, что у вас есть противоспутниковая система. Мы не знаем, работает она или нет, насколько успешно. Но мы не мешаем вашим испытаниям. Мы знаем, что вы работаете напряженно над лазерной технологией. Мы знаем, что вы являетесь экспертом в области ядерной технологии. И мы не жалуемся. Госпожа Маргарита Тетчер, вы же, наверное, понимаете, что это расширительное толкование договора, вывод в космос элементов СОИ, означает размещение оружия в космическом пространстве. Это просто новый этап гонки вооружений, когда она перейдет на космос. Неужели вы поддерживаете такое развитие событий? Да. Но если у вас есть противоспутниковые ракеты, единственная страна, которая их имеет, это вы. противоспутниковые ракеты. У нас же мораторий, мораторий на противоспутниковые. Вы имеете в виду, что вы не испытываете противоспутниковые ракеты? Вы углубились в технические детали, слишком большие технические детали. Я не хотела бы этого делать. Вы знаете, что ядерное оружие это самое мощное оружие, которое когда-либо было известно миру. Я думаю, что, наверное, разумно строить оборону против самого страшного оружия. У вас уже есть наземные системы обороны, и имеются определенные системы, которые применяются против ядерного оружия. СОИ не является системой ядерной обороны. Это система не ядерной обороны. СДИ не является нуклеарной обороны против ядерного оружия. Лучше иметь не ядерную оборону против ядерного нападения, чем ядерную оборону. И что же, вы полагаете, что Соединенные Штаты повесят над нами спутники, оснащенные лазерными пушками, и мы будем сидеть, сложа руки, будем сокращать свои ядерные ракеты? Это же немыслимо. А как можно начать вести переговоры по какому-то вопросу, если вы даже ничего не проверили, не убедились в том, что что-то будет работать? Мы знаем, что ваша система работает, она совершенствуется, она расположена вокруг Москвы. Мне кажется, что и ваше противоспутниковое оружие будет работать. Наша точка зрения состоит в том, что Соединенные Штаты, если бы смогли проверить, как работает их система, убедиться в этом, могли бы вести переговоры. Вы сами это делаете в Советском Союзе. Мы не игнорируем этого, как и того, что вы первые развернули ракеты СС-20 промежуточной дальности. Но, госпожа Примираловна, даже, в общем-то, кто нас не обвиняет в нарушении договора ПРО. Скажите, а вы заинтересованы в чем-то еще относительно советско-английских отношений? Меня, например, интересует укрепление доверия и дружбы. Новое предложение господина Горбачева – это интереснейшее предложение, которое я слышала за последнее время. Более открытое общество, новые стимулы, перестройка – это огромная задача. Мне кажется, что это просто невероятная задача. И мы желаем вам успеха в ее решении. И еще, я считаю, что мы должны лучше знать друг друга. Мы надеемся, что это даст свои результаты. Мы надеемся, что мы сможем сократить оружие, все виды оружия. Вы имели в виду те процессы, которые происходят внутри страны у нас? Перестройка – то, что мы называем. Да? Нам бы хотелось, хотелось бы, чтобы вы более полно рассказали о том, что вы думаете о том, что мы называем перестройкой. Во-первых, сейчас ваше общество становится все более и более открытым. все более открыто обсуждаете различные вопросы. И это часть и нашей веры в свободу речи, вероисповедания, свободу отношений, более открытое общество. Вы обсуждаете это все так же, как и мы. Вам становится легче определять, что происходит на самом деле. В том, что касается перестройки, тут можно идти двумя путями. либо у вас будет полностью централизованная система, где будет определяться, что производить, как производить и сколько это будет стоить. Но, в общем-то, это не дает наилучших результатов, как вы это обнаружили, потому что вы не платите людям за лучшую работу. С другой стороны, можно иметь общество, где будут стимулы. Чем больше работаешь, тем больше получаешь. И нужно признать, что люди работают не только ради своей страны, но и для своей семьи. Они хотят более высокий уровень жизни, и они, если увидят, что стоит работать, они будут лучше работать. Имеется много теорий, политических теорий. Я хотела бы, чтобы их было меньше. Независимо от того, какой теории придерживаться, никто, никакой компьютер не может учесть все условия в такой большой стране, как Советский Союз, все особенности в различных республиках. Нельзя учесть все чаяния и интересы народа. Нужно как-то более широко распределить ответственность между людьми в различных республиках, городах, районах, дать больше ответственности людям, дать им больше стимулов. Как я понимаю, это то, что вы делаете. И, естественно, как вы решите поступать, это вам самим определять. Мы не будем вмешиваться. Мы хотим использовать все преимущества социалистической системы для нашей перестройки. Но у меня есть другой вопрос. Госпожа Тетчер, вы когда-то были министром образования. Почему? Я говорю, что мы хотим использовать в перестройке преимущества нашей социалистической системы. Что же здесь плохого? В частности, ее плановый характер. И плановый характер. В экономике это большое преимущество. Сочетание плана не просто на местах, но и централизация, и сочетание свободы на местах и централизации, планы. Там много есть что-то. Но у меня вопрос другой. Госпожа Тетчер, вы были министром образования когда-то. А мы сейчас очень много делаем и в плане перестройки высшего среднего образования. Не могли бы нам сказать, как у вас в Англии эти проблемы сейчас стоят? Мы хотели бы внести некоторые перемены в нашу систему образования. Мы гораздо больше вкладываем сейчас денег в эту область. У нас есть больше учителей по отношению к числу учащихся, чем ранее. В то же самое время мы по-прежнему видим, что до сих пор уровень образования недостаточно высокий. Некоторые не имеют достаточно знаний ни в своем языке, литературе, ни в фундаментальных науках. Мы хотим улучшить процесс преподавания. Мы хотим, чтобы люди не отходили, скажем, от научных предметов до 16 лет в школах. У нас есть система, которая уже подвергалась переменам. Не знаю, имеем ли мы сейчас самые лучшие результаты. В общем-то, у нас дети учатся в начальных школах до 10 лет. есть большие, есть маленькие школы, и из этих школ они переходят в другие, более крупные школы. И это происходит в очень чувствительном детском возрасте. Мне всегда казалось, что родителям хотелось бы, чтобы дети переходили не в такие большие школы, потому что в маленькой школе лучше приспособиться к новым условиям. В некоторых школах у нас небольшое число учащихся 100-150. И мы бы хотели сохранить эту систему. Вопрос такого личного характера. Говорят, вы буквально одержимы работой. Вы из всех людей, которых по-английски называют workaholics. Я где-то читал, что вы спите буквально 5 часов в сутки. Иногда у вас нет времени позавтракать, вы довольствуетесь чашечкой кофе и таблеткой витамина С. Так ли это? Каков ваш распорядок дня? Насколько для вас это напряженное дело быть премьер-министром и одновременно оставаться хозяйкой дома, матерью двух детей? Я всю жизнь много работала. Я так воспитывалась в семье. нужно много работать. Это единственное, что можно сделать, если хочешь чего-то добиться. Работа очень интересная, и мне она нравится. Я сначала получила образование химика, затем юриста. И потом я заинтересовалась политикой. Да, действительно, я могу в течение долгого времени спать только 5 часов в сутки. Потом, правда, мне требуется какой-то отдых. Не забывайте, что наша политическая система очень жесткая, строгая система. Я представляю собой избирательный округ в парламенте. Как член парламента, я также должна присутствовать на заседаниях парламента. Как премьер-министр, дважды в неделю я отвечаю на вопросы в парламенте. Я никогда не знаю заранее, в чем будут состоять эти вопросы. Они могут охватывать все сферы деятельности правительства. И мне нужно работать очень много каждый день с тем, чтобы знать, как ответить на те или иные вопросы. Иначе я окажусь в трудном положении. После таких ответов я выступаю с заявлением в парламенте и затем мне задают вопросы члены парламента, общественность, хотят знать, что происходит в стране. У нас проводятся заседания кабинета, я возглавляю эти заседания, я возглавляю Совет обороны, экономический совет, и обычно я совершаю поездки по стране. Стараюсь делать это раз в месяц, а может быть даже чаще. Я выступаю перед бизнесменами, посещаю больницы, школы, смотрю, как там обстоят дела. Будучи политиком, надо очень много знать. Иногда у меня бывает десять или даже более различных мероприятий. Иногда я начинаю жаловаться, что это слишком много, и тогда сокращаю их количество до восьми. Но это тоже много. Работать много, надо все время. И для меня эта работа самая интересная, которой я когда-либо занималась. Как я справляюсь? Действительно, у меня на завтрак только кофе, витамин С, очень легкий ланч, и если мне приходится выступать с ответами на вопросы, то я иногда ем просто фрукты или выпиваю сок. Нужно концентрироваться очень сильно, давая ответы на вопросы. И если вы поели, то кровь приливает голове, и тогда трудно отвечать на вопросы. Мы имеем квартиру на Даунинг-стрит десять, там же, где находится кабинет премьер-министра. И ко мне приходят министры, привозят мне различные документы, бумаги. Мои помощники работают вместе со мной. После десяти все уходят, а я по-прежнему работаю. Мне очень нравится эта работа. Я так работала в течение восьми лет, и я постепенно все больше и больше набираюсь опыта, и я ничем не хочу другим заниматься. Вот сейчас я скажу, премьер-министр. Я несколько лет работал в Англии в качестве корреспондента. Я знаю, что англичане очень хотели бы знать больше о нашей стране. Особенно интересуются искусством, литературой, образом жизни. К сожалению, должен сказать, что до последнего времени у них было довольно мало возможностей лучше узнать о нашей культуре, современной культуре. Как вы думаете, поможет вас ваш визит к тому, чтобы расширились наши культурные контакты, торгово-экономические связи? Да, я надеюсь на это. Мы заключили несколько соглашений по вопросам торговли. Это поможет ликвидации проблемы безработицы у нас в стране. Я много лет назад в Лондоне видела представление Большого театра с участием Галины Улановой. И на днях имела возможность присутствовать на балете Лебединое озеро. И мы надеемся на более широкие культурные обмены. Мы хотим, чтобы у нас дети из наших двух стран чаще ездили друг к другу. Вы знаете, жизнь в Англии, уровень жизни достаточно высокий, он растет. Мы над этим очень много работаем. В деле жилищного строительства у нас несколько иной подход. Из 100 семей 64 семьи имеют свои собственные дома. Я хочу, чтобы мы добились показателя 75 семей. У нас очень хорошее здравоохранение, мы строим новые больницы. Система образования отличается. В одних местах она хорошая, в других местах не столь хорошая. К сожалению, у нас есть безработица, и я не отворачиваюсь от этой проблемы. Когда происходят технологические перемены, то безработица возникает. Сейчас у нас понижается уровень безработицы. Но когда люди становятся безработными, они получают пособия. Они получают большие пособия, если у них больше детей. И они иногда даже получают по пособиям больше, чем люди зарабатывают фактические работы. Они получают это пособие до тех пор, пока они остаются безработными. Но после того, как они шесть месяцев остаются безработными, мы каждый конкретный случай рассматриваем. Либо мы пытаемся найти для них работу, либо мы подготавливаем их к другому виду деятельности. Так что мы пытаемся решить наши проблемы, и мы стремимся к постепенному понижению уровня безработицы, с тем, чтобы безработные имели достаточно высокий уровень жизни. У нас процветает искусство, у нас хорошо развита наука, так что я могу вам сказать, что у нас богатая культурная жизнь. Тем не менее, конечно, я думаю, что те три с четверти миллиона, которые без работы, наверное, они хотели бы все-таки работать. Ваш визит вызвал большой интерес в Советском Союзе, вот наша газета «Правда» получает много писем, телеграмм, ваш адрес. И когда я шел на встречу с вами, я взял одну из них. Разрешите, я вам зачитаю. Это пишет семья Чигирев, горный мастер, шахта Самарская, Павлоград уголь. И Чигирева, работник торговли этого же города. И их внуки Руслан и Эльмира. Уважаемые госпожа, моя семья рада вас видеть и слышать вновь в нашей стране. Уверены, что вы любите жизнь и готовы ее продолжать. Нам знакомо много больших англичан, которые сделали много для улучшения жизни людей на земле. Но не всегда правительство Англии было таким. Хотим, чтобы мы никогда больше не боролись за то, кому должен достаться могильный крест первому. Давайте бороться за мир. Будьте всегда молоды, с сердечным уважением Чигирев и подписи телеграмма. Это одна из телеграмм, которые приходят в ваш адрес. Огромное спасибо за слова приветствия. Вы хотите мира, и я хочу мира. Вы знаете, что каждая страна должна быть готова к тому, чтобы защитить себя с тем, чтобы сохранить мир. Мы признаем равные права всех стран на это. Мы хотим добиться этого, имея меньше оружия, чем сейчас. Мы также хотим, чтобы вы чаще приезжали к нам, потому что мы думаем, очень важно укреплять дружбу, доверие между народами Советского Союза и народами Западной Европы, и в частности народом Великобритании. Мне очень понравился мой визит в вашу страну. Мне очень понравился теплый прием, оказанный мне. Я никогда об этом не забуду. Я надеюсь, что смогу гораздо чаще видеть советских людей у нас в стране. Надеюсь, что мы будем чаще приезжать к вам. Благодарю за вашу доброту. Давайте надеяться на лучшее будущее для всех нас. Время нашего интервью подходит к концу. Разрешите, госпожа премьер-министр, еще раз поблагодарить вас за содержательную беседу, за те обстоятельные ответы, которые вы нам давали. Я надеюсь, что ваши ответы помогут нашим людям лучше узнать вашу точку зрения, взгляды вашего правительства. Спасибо. Спасибо. Я вам весьма благодатна. Спасибо, джентльмены. Спасибо. 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 Продолжение следует...